Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего занятия – «Крестьянская война» под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева. Усиление государственно-крепостнической политики вызвало обострение социальных и национальных противоречий. Усиление повинности, рост крепостнической зависимости вызвал массовое бегство крестьян. Как правило, бежали они на Урал, на Украину, в Сибирь, иногда же открыто восставали и в таком случае захватывали имущество своих помещиков, избивали их, а иногда и убивали. Крестьяне требовали, чтобы их перевели в разряд дворцовых или государственных. Усилились также выступления работных людей, которые требовали, чтобы их или отпустили с заводов по домам или улучшили условия труда. Все чаще и чаще стали проявляться национальные выступления. При Урале и по Волжье связано это было с захватами земель русским дворянством. Яицкое казачество, проживавшее по реке Яик, впоследствии Урал, привыкло к своей автономии. А автономия эта урезалась на протяжении всего 18 века. Все это сопровождалось и ухудшением экономического положения. Таким образом, в восстании, о котором мы с вами будем говорить, принимали участие самые разные социальные группы. С одной стороны, это расширило социальную базу восставших. С другой стороны, на заключительном этапе оказало свое негативное влияние. Восстанию под руководством Емельяна Ивановича Пугачева предшествовал целый ряд грозных событий. В 1755 году Башкирское восстание. В 1762 году Волнение заводских рабочих и крестьян на Урале. 1769 год Восстание на Кишском погосте. И, наконец, 1771 год Чумной бунт в Москве. Отдельно следует сказать о положении яицкого казачества. Еще совсем недавно самоуправляемое, в связи с приближением укрепленных границ Российской империи, появлением Оренбурга как центра края и безграничной власти оренбургского губернатора, яицкое казачество стало претерпевать все новые и новые ограничения своей свободы. Выразилось это в разных вещах. Для начала им запретили выбирать атамана, потом последовала обязанность служить в войсках империи. И, наконец, все это еще осложнялось ростом противоречий между старшиной и остальным казачьим воинством. Подвергались ограничениям и старинные казачьи промыслы. А в 1771 году вспыхнул острый конфликт из-за набора казаков в армию империи во время войны против Турции. Казаки не подчинились. В результате круг был ликвидирован, казакам рвали ноздри, их ссылали в Сибирь, наказывали кнутами, яик затаился. Но на самом деле он только лишь ждал повода, чтобы восстать. И без того непростая ситуация в стране еще усугубилась эпидемией самозванчества. Только за один лишь 1773 год появилось шесть Петров Третьих. Почему именно Петр Третий оказался настолько популярен среди самозванцев? Он облегчает положение старообрядцев, он же пытается перевести монастырских крестьян в положение государственных, и он же, в конце концов, страдает от дворян. Вы помните, что Петр Третий был свергнут и убит в результате дворянского заговора. Простой народ решил, что Петр Третий пострадал за него. Самозванцев было много, но лишь одному из них удалось потрясти империю. Имя ему Емельян Иванович Пугачев. Надо ли удивляться, что Емельян Иванович появился на Яике и был там восторженно встречен казачеством? Еще бы, ведь новоявленный император Петр Третий обещал вот что. Жалую, говорит, вас реками и морями и травами и денежным жалованием и свинцом и порохом и всею вольностью. Но как тут было устоять? К Емельяну Ивановичу стали присоединяться башкиры, калмыки, татары, те, кто испытывал национальный гнет. Стали присоединяться работные люди, те, кто испытывал гнет социальный. Восстание охватило обширнейшие районы. Оренбургский край, Урал, Приуралье, Верхнее и Нижнее Поволжье. В своем развитии восстание прошло несколько этапов. Первый этап занимает период с сентября 1773 года по март 1774 года. Восстание началось 17 сентября, когда небольшой отряд казаков захватил несколько укрепленных крепостей, жестоко расправился с чиновниками и офицерами и, постоянно пополняясь, направился к Оренбургу. Сходу взять Оренбург не удалось, а царские войска, которые были посланы на помощь городу, были разбиты по дороге. Именно в этот период происходит организация теперь уже 30-тысячного пугачевского войска. Оно делится на полки, а дальше по-казацки на сотни и десятки. Так называемые полковники Чика Зарубин да Хлопуша да башкирский атаман Салават Юлаев играли большую роль при особе Пугачева. Салават Юлаев национальный герой Башкортостана. Его памятник даже изображен на гербе. Что касается организации войска, то была создана даже так называемая государственная военная коллегия. В круг обязанностей государственной военной коллегии входило вот что. Смещение и назначение командиров, организация связи между отрядами, вопросы снабжения, а также агитационная работа. Именно так называемая государственная военная коллегия следила за тем, чтобы манифесты новоявленного Петра Третьего достигали районов Урала, Западной Сибири, Казахстана. Постепенно движение ширилось. Была предпринята попытка захвата Уфы. Впрочем, ничего не вышло. 22 марта 1774 года восставшие были разбиты под Татищевой крепостью. Емельян Иванович Пугачев вынужден был с остатками войска уйти на Урал. Никто не ожидал, что восставшие поднимутся вновь. Второй этап восстания занимает период с апреля по июнь 1774 года. К поредевшим войскам Емельяна Пугачева присоединяются в Башкирии и Южном Урале работные люди. Спустя некоторое время Пугачев уже осаждает Казань, берет ее окрестности, но Кремль взять не получилось. Войска Емельяна Пугачева были разбиты царскими отрядами во главе с Михельсоном. Пугачев вновь вынужден бежать с остатками своих отрядов. Третий этап с июня по сентябрь 1774 года оказался самым массовым по количеству участников. Часто при приближении отрядов Пугачева крестьяне спешили сами жестоко расправиться со своими помещиками, после чего вступали в Пугачевское войско. Петербургские власти стали опасаться похода на Москву, но Пугачев поворачивает на юг, надеясь поднять Донское казачество. В августе войско Пугачева осаждает Царицын. Царицын взять не получилось, более того, Пугачев потерпел поражение от отрядов Михельсона. Он вновь бежит, в этот раз на левый берег Волги. Именно там он был схвачен казаками и выдан властям. Таким образом, те пытались купить себе прощение за участие в восстании. Заключительный этап восстания занимает период с сентября 1774 года по январь 1775. Это не что иное, как подавление последних очагов сопротивления. Пугачевцев хватали, клеймили, рвали ноздри, прогоняли сквозь строй, ссылали в Сибирь, вновь по Волге поплыли плоты с повешенными, как когда-то в свое время после разинского восстания. Отдельно следует отметить, что эта жестокость правительства была ответной. Восставшие тоже, как правило, не церемонились. Самого Пугачева схватили, отправили сначала в Геицкий городок, потом железные клетки привезли в Москву. Там его приговорили в канун нового 1775 года к четвертованию. И 9 января 1775 года на Болотной площади в Москве состоялась казнь. Императрица заменила четвертование тем, что велела отрубить Пугачеву голову. Она не хотела создавать ему ореол мученика. Пугачев до последнего вел себя достойно. Он взошел на эшафот, перекрестился на все четыре стороны, поклонился народу и на том окончил жизнь свою. Вместе с Пугачевым были повешены и некоторые его соратники. Чику Зарубина четвертовали еще в Уфе, а Салавата Юлаева сослали на каторгу на территорию современной Эстонии. Среди причин поражения восстания следует назвать следующие. Плохая организация восставших, недостаточное вооружение, нечеткое понимание целей восстания. Отдельно следует сказать о мощном государственном механизме, который сумел мобилизоваться и оказать сопротивление такому массовому народному выступлению. Восстание не улучшило положение крестьянства, коренных народов Поволжья, Приуралья и Казачества. Разве что немножко полегче стало житься некоторым работным людям. На небольшом количестве заводов Урала улучшились условия труда. Да, правительство стало пытаться решить крестьянский вопрос, поскольку не хотело бы повторения подобных же массовых выступлений. Оно вынуждено было даже пойти на уступки казачьим и национальным элитам, надеясь, что те каким-то образом повлияют на ситуацию. Не помогло. Вскоре после Пугачевского восстания вспыхнет восстание казахов, которое продлится 20 лет. Екатерина II была необыкновенно испугана размахом народных выступлений. Она попыталась сделать все, чтобы даже память о восстании Пугачева изгладилась. Яик был переименован в Урал, яицкое казачество, соответственно, в Уральское казачество, а яицкий городок – в Уральск. Выступление Пугачева – это то, что заставит Екатерину отказаться от государственных преобразований. Вторым потрясением, которое лишь подтолкнет ее, станет французская революция. Но это событие произойдет еще через 15 лет. Первым исследователем, который оставил необыкновенно интересные записки о восстании Пугачева, был Александр Сергеевич Пушкин. Его исследование называлось восстание Пугачева или цензурное название «История пугачевского бунта». Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.